МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостей 15-го форума приграничного сотрудничества ожидает насыщенная культурная программа. Любители истории смогут узнать интересные факты о великом сыне казахского народа Махжане Шумабаеве. Сделать это можно уже сейчас в библиотеке имени Сабида Муканова. Прививками от наркомании называют полицейские эмоционально яркие мероприятия для молодежи. Новую прививку получили 25 ребят из детско-подростковых клубов Петропавловска. Они побывали в Центре кинологической службы ДВД области. Кинологи показали детям арсенал приспособлений, которые используются при обучении собак. Рассказали о приемах дрессуры. Познакомили со своими питомцами. Сегодня Центр кинологической службы посетили с целью ознакомления и проведения экскурсии представители детских подростковых клубов. Им была показана работа, в том числе и повседневная, служебно-родных собак, некоторые моменты по отысканию наркотических средств. Многие ребята думали, будто собаки, обученные поиску наркотиков, сами являются наркоманами. Полицейские опровергают этот миф. Мы используем вот такие вот имитаторы. То есть это порошок со специфическим запахом, например, какого-то наркотического средства, но побочных эффектов никаких он не несет. Слово с делом не расходится. Лабрадор Белла уверенно отыскала закладку с имитатором, которую спрятали сами ребята. Скрыть что-либо от острого нюха собак практически невозможно. Им доводилось находить наркотики, находившиеся в герметичных свертках и спрятанные в двигателе автомобиля, среди запахов бензина и машинного масла. Также полицейские подготовили показательное выступление. Немецкая овчарка Дона на глазах зрителей задержала вооруженного преступника. Сотрудничеству с детско-подростковыми клубами полицейские придают особое значение. Организации внешкольного образования – прекрасный способ наполнить досуг подростков полезными занятиями и оградить их от влияния улицы. Мне в общем очень понравилось. Собаки были очень хорошие, красивые. Сегодня еще меня выбрали, точнее я сам вышел. Одел костюм защитный, чтобы побывать в роли преступника. Меня украсила собака за руку, но вообще я практически ничего не чувствовал. Ну в общем мне понравилось. С начала года собаки помогли стражам порядка раскрыть 20 наркопреступлений. Изъять свыше 5,5 килограммов наркотиков. Вертолет, моторные лодки и вездеходы были привлечены к поиску и спасению людей. В Карагандинской области провели практический этап командно-штабных учений КАС-2018. Вертолет понадобился спасателям для поиска и спасения рыбаков, которых сильным ветром унесло в открытую акваторию озера Балхаш. На одном из водоемов Караганды аварийно-спасательные службы департамента по чрезвычайным ситуациям отрабатывали действия во время поиска и спасения людей. На тактика специального учения были привлечены 8 формирований в количестве 46 человек и 13 единиц техники. Согласно другой вводной, в результате сильного снегопада и метели заблудилась группа охотников. Для поиска и спасения пострадавших были направлены снегоболотоходы «Трекол» и «Вея», кинологический расчет, а также спасательное подразделение Национальной гвардии. Нашим отрядом часто выезжаются, везутся поиски людей, также на паводки ездим. В этом году приобрели новую технику – снегоход, болотоход «Вея». Еще имеется трекол, гусеничная техника. Сегодня на учениях были задействованы все. То есть и лодки работали, и водолазы – это все наши специалисты. В обоих случаях пострадавших спасли и доставили в пункты обогрева и лечебные учреждения. Руководители командно-штабных учений высоко оценили готовность к работе всех аварийно-спасательных служб. Но оценены положительно. Мы показали слаженность, взаимодействие всех подразделений. Не только Министерство внутренних дел. Здесь привлекались также и подразделения управления здравоохранением, бригады скорой медицинской помощи, волонтеры, студенты. В целом для выполнения мероприятий гражданской защиты подготовлены силы и средства в количестве более трех тысяч человек личного состава. Из выше 1200 единиц техники определены 119 наиболее снегозаносимых участков автодорог области, а также подготовлены 28 обогревательных пунктов. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что аналогичные мероприятия проводятся во всех городах и районах области. Гостей 15-го форума приграничного сотрудничества ожидает насыщенная культурная программа. Любители истории смогут узнать интересные факты о великом сыне казахского народа Махжане Жумабаеве. Сделать это можно уже сейчас в библиотеке имени Сабида Муканова. Вся страна в этом году празднует 125-летие казахского писателя, переводчика и педагога Макжана Жумабаева. В связи с этим организаторы решили познакомить с моментами жизни и творчества выдающегося поэта и гостей соседней России. Среди экспонатов – книги, фотоматериалы и документация, которая долгое время хранилась в областном архиве. Великий сын казахского народа. Так и называется выставка. Презентация началась с 1-го числа. Это все проходит в нашей библиотеке, которую назвали именем Сабида Муканова. Работу мы эту провели совместно с сотрудниками областного архива. Благодаря им здесь есть важные документы. Альмагуль Тастанова – студентка гуманитарного колледжа, названного в честь нашего земляка Макжана Жумабаева. Девушка говорит, что гордится его творчеством и с удовольствием перечитывает произведения. Помимо этого, Альмагуль считает, необходимо периодически уделять время литературе великих поэтов. Этот поэт воспевал любовь к родине и, самое главное, он всегда говорил о правде того времени. Макжан Жумабаев ничего не скрывал. До сих пор молодых нынешних поэтов вдохновляет творчество старых писателей, как Макжан Жумабаев. Молодежь должна знать его путь становления. Не должна, а просто обязана. И такие выставки будут полезны гостям, которые приедут на форум. Они смогут узнать много новых и интересных фактов. Выставка началась 1 ноября и продолжится до 15-го. Как отмечают специалисты, среди экспонатов представлены 135 книг Макжана и 30 фотоматериалов. Также благодаря областному архиву здесь имеется 50 документов, подтверждающих личность великого сына казахского народа и более подробно рассказывающих о его жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова